У каждого из нас есть свой скелет в шкафу. Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Военков, и в этом сюжете мы расскажем, как выбрать шкаф, но не для своего скелета. Наверняка вы знаете о традиционных системах, таких как сенатор или командор, но сегодня мы поговорим о новинках. Последнее время набирают популярность беспрофильные системы. Человеку, который хочет изготовить себе встроенный шкаф, необходимо знать несколько важных деталей. Первое. Глубина шкафа должна быть 700 мм, потому что для одежды нужно 600, и 100 мм примерно уйдет на раздвижную систему. Второе. Уровень пола под шкафом должен быть идеально ровным, поскольку двери могут откатываться, если будет небольшой уклон. И третье. Над шкафом желательно опустить потолок на высоту карниза, который идет по всему периметру комнаты, чтобы шкаф выглядел действительно встроенным. В классических системах ходовой механизм находится снизу. Дверь может со временем деформироваться под собственным весом, поэтому и необходим специальный алюминиевый профиль, который создает жесткость полотна. В данном варианте дверь подвешена сверху, поэтому не деформируется под собственным весом. Такая система позволяет использовать практически любые решения при оформлении двери. За дверью непосредственно находится сам шкаф. Его наполнение необходимо спроектировать согласно пожеланиям каждой индивидуальной системы. На взгляд, система с верхним ходовым механизмом интереснее. Во-первых, мы имеем больше спектр вариантов оформления двери. Во-вторых, у вас не забьется грязь и пыль в нижний направляющий профиль. И в-третьих, вы можете оформить ваш шкаф так, что его практически не будет видно в интерьере. Но однозначно такое решение обойдется дороже.